Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Возможно вы слышали, что компания Автомайн выпустила собственную монету Майнкоин. И в данном видео я хотел бы зачитать пояснение от основателя компании Автомайн Александра Фирсова, в котором он объясняет более детально, в чем же состоит концепция данной монеты Майнкоин. Коллеги, всем доброго времени суток. Я прокомментирую некоторые вопросы наших партнеров и постараюсь в двух словах объяснить, что такое биржа, что такое монета и почему биржа Binance это круто, а остальные биржи не очень. Прежде всего определимся, что такое монета. Монета это своего рода кредит для какого-либо бизнеса. Допустим, вы планируете открыть супермаркет каких-либо товаров. Вам нужно для этой цели 3 миллиона долларов. Вы не берете кредит в банке, а выпускаете монету и продаете ее, чтобы собрать эти деньги. При этом, конечно, вы ее продаете дешевле, чем предполагается ее рыночная цена, иначе зачем ее людям покупать? Более того, вы объясняете, что эта монета будет задействована в вашем бизнесе, чтобы создать спрос на данную монету в будущем. Вы продаете выпущенные монеты всем желающим и таким образом собираете необходимую сумму. Это называется ICO. Затем вы выводите монету на биржу или на несколько бирж и объявляете своим вкладчикам, на каких биржах монета продается, чтобы люди могли там продать эти монеты и заработать. При этом ICO совсем не обязательно проводить на биржах. Как правило, на биржах проводят ICO потому, что там много людей, и шансы покупки вашей монеты повышаются. Маленькая биржа – мало клиентов, биржа побольше – больше клиентов. Конечно, по большей части монеты это просто пустышки и не имеют за собой никакого бизнеса, только легенды, как в хайпах, как вы говорите. Но и эти монеты тоже имеют право на жизнь. Их также выводят на биржи, и они начинают торговаться просто за счет игроков этих бирж. Чем крупнее биржа, тем больше шансов на большую прибыльную игру с этими монетами. Если монета качественная, ее, возможно, потихоньку начинают использовать в каких-то расчетах. Но таких монет, как правило, единицы. А вот если монета имеет реальное применение, то еще и в разных направлениях бизнеса, да еще и в инвестициях, и при этом работает не месяц-два, а продолжительное время с кучами сервисов, такая монета будет иметь большой коммерческий успех. Ее будут покупать не только игроки, но и пользователи. И курс у нее будет только расти. Она просто не сможет упасть. Это понимают игроки и постоянно скупают ее. Она же нужна пользователям. То есть на нее постоянный спрос. А постоянный спрос это постоянный рост курса. В случае автомайна вначале был выстроен спрос на монету, а потом родилась сама монета. Более того, этот спрос продолжает выстраиваться в новых коммерческих составляющих и новых компаниях автомайна. А вот многие монеты вначале рождаются, и только потом их родители думают о спросе. Как-нибудь и где-нибудь применим. В автомайне все предельно четко разложено по полкам. Где, что и когда. Более того, сам автомайн уже имеет свою огромную инфраструктуру с большими возможностями для рекламы любого бизнеса. А это могут быть и биржи. Какой бирже не захочется иметь клиентов в лице партнеров автомайна? Это и называется коммерческая инфраструктура. Радио, телевидение, торговые площадки, депозиты, обменные пункты, казино, электронные платежные системы, свои биржи и везде применяется Майнкоин. И это не легенда, это реальный бизнес-процессинг. И заметьте, нет никаких теорий, только практическая работа. Теперь о биржах. Если коротко, разница между биржами binance.com и lifecoin.net в том, что у Lifecoin 500 человек играет на бирже, а у Binance 5 миллионов человек со всего мира. Разумеется, на Binance больше шансов продать любую монету. И выгодно, и дорого. И, конечно, сама биржа намного качественней. И техподдержка, и сервис в целом на 100 уровней выше, чем у остальных. Так что вот вам и вся разница. Все, как всегда, просто. Лучший сервис, больше клиентов. А, соответственно, и больший коммерческий успех. Теперь вы понимаете, что такое монета, что такое биржа, и за счет чего монета будет иметь курс и свой рост. Это важно. Важно для нашего дальнейшего бизнеса. В данный момент Майнкоин – это самая выгодная инвестиция с огромными процентами. И, как я сегодня анонсировал, мы сделаем серьезную бизнес-схему. Адвокэшники получат карт-бланш в новом направлении. Наш подход – это смотреть в лицо проблеме, а не прятаться от нее. Коллеги, в ближайшие дни нам предстоит очень много работы в техническом плане. Будет очень много важных новостей. Огромная ко всем просьба – внимательнейшим образом все досконально изучать и работать со своими структурами. Более того, попрошу лидеров структур и техподдержку дублировать все важные новости, чтобы они были у всех на виду. И начинаем мы прямо сейчас. Первое. По биржам есть серьезные успехи. Второе. Официально заявляем, что курс монеты по 5 центов продлится еще несколько дней. Затем курс будет 15 центов. Настоятельно не рекомендую продавать свои балансы адвокэшникам, тем более по низкому курсу. Повторюсь, для адвокэшников уже разработан дополнительный специальный финансовый сценарий, помимо всех прочих. Вот такие пояснения от Александра Фирсова. Надеюсь, теперь вам лучше понятна концепция монеты Майнкоин. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok